Отлично. Здравствуйте, дорогие друзья, наши уважаемые студенты, коллеги. Мы рады приветствовать вас на нашей конференции. И сегодня мы с вами встречаемся на третьей, на последней секции, которая у нас подходит, в общем-то, подводит такой некий итог. Во-первых, хотелось бы вас поздравить с праздником, с нашим профессиональным, с Днем Педагога Высшей Школы. Желаю всем творческих успехов, профессионального роста. И хотела бы поприветствовать и пригласить тоже познакомить вас с моей коллегой Еленой Понариной, нашей аспиранткой второго курса. Елена, пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Я вас приветствую на нашей очередной конференции. У нас два рабочих языка, русский и английский. Вы можете говорить на любом из языков, который будет для вас комфортен, который будет для вас удобен. И нашу конференцию открывает студентка Фенг Хуе, Руден Университет, Москва, Россия, с докладом «A Comparative Study of Chinese and Russian Traditional Festivals from the Perspective of Cross-Cultural Communication». Я продемонстрирую свой экран. Мне кажется, что у нас очередная какая-то техническая неполадка. Так, скажите, пожалуйста, видели ли мой экран? Нет. На момент. Начинается. Мне кажется, он грузится. Давайте сейчас подожди. Да, у нас тоже проблемы. За мира не может зайти никак. Потому что основной докладчик она ведь... Пропал звук. Пропал звук. Дорогие коллеги, сейчас уладят, я думаю, что некоторые технические помещения. И секция будет продолжена. Пропал звук. 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 Спасибо. Слышно и видно. Отлично. Я не знаю, что происходит. Сегодня какие-то чудеса, видимо. Так, хорошо. Слышите, пожалуйста, Алия, получается ли у вас показать экран? Анита Тухиновна, знаете, может быть, мы попросим следующего участника, пока просто войти одна из коллег не может. Все, хорошо. Так, приняли. Плохой звук. Анита, повторите, пожалуйста, у нас звука нет. Скажите, пожалуйста, Финсье готова выступить сейчас? Да. Да, да. Ну, да-да-да, я немного стыркаю. Да-да-да, отлично. Сейчас я продемонстрирую экран для вас. Хорошо. Так, скажите, пожалуйста, виден ли мой экран сейчас? Да. Да-да, я здесь. Отлично. Отлично. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые преподаватели, уважаемые коллеги. Сегодня очень приятно, что можно с вами вместе исследовать наши тексты. Я студентка из Рудэй. Меня зовут Хэншу, я китаянка. И теперь мы продолжаем наши тексты. Это то, что я писала. То, что я писала, текстом называется сравнение исследований китайских и русских традиционных фестивалей и точки зрения международных коммуникаций. И поэтому я буду начинать с традиционного праздника. Традиционный праздник – это наочередная часть жизни народа в Китае и Российской. Он характеризуется такой историей насыщения и размещения в форме деятельности, но имеется большие национальные и культурные значения. Изучение языка, я думаю, что на котором не только изучать, слушать и свободно слушать, говорить, писать и читать – это недостаточно. Чтобы нужно еще добавлять, изучать его культуру или свои культуры – это еще самое важное. И поэтому я думаю, что сейчас не только изучать язык, хотя бы еще можно добавлять свои родные и культурные способы. И поэтому в то же время сформировались развития национальных и культурных обидчиков. Оба страна коротаются своим аркадом, но существуют и значительные культурные развития, которые проявляются как в образе мышления, так и в подзирении. А также в культурных обычных знаниях, в этих разных, каждодневных обучениях знают друг друга. Уважаемые обучатели с товарищами друг друга, уважаемые культурные разнонародности и страны. к единственным, чтобы обучаться на наилучшего эффективного взаимодействия, чтобы они можно хорошо друг друга познать. И потом Китай и Россия с незапомнительным временем выполнялись в свои уникальные образы культурной жизни, играли особенную роль на современные природные следы, образе жизни и социальные исторические процессы. Однако в этом образе культурной жизни между китайскими и русскими народами есть явления разные и некоторые сходства. То есть есть много одинаковых и есть много по-разному. И поэтому в последние годы по Мире угромление изучения языка и культурной, конечно, это будет сложнее. Но хотя бы нам еще нужно побольше сравнять традиционный праздник. И поэтому то, что мы сделали исследование, но исследование показано, что в настоящее время много специальностей и ученых изучают традиционную культуру Китая и России. Но хотя бы есть, но системный конкретный сравняется китайский и русский традиционный праздник, пока еще не очень хорошо. И поэтому то, что я сделала раньше, то, что подумала, что можно еще сравнять, как у нас между Китаем и Россией есть какие-то разницы. И поэтому в 5000 лет национальная культура Китая на Кобирас и Саханирас в разлюзии, что ладычие китайцы сформировали ряд традиционных и предоставительствах праздников, так как праздник весны, праздник фаналы, праздник Чингмин, праздник Дуангу и праздник Ци Ци Ци, и праздник Чонгчин и праздник Рапа и так далее. В том числе праздник весны, праздник Чингмин, праздник Дуангу и праздник Чонгчо. Поэтому эти четыре праздника были у нас самый традиционный праздник в Китае. И в России тоже есть традиционный праздник, например, Новый год, Рождество, женские зимы 8 марта. Тем более, еще существует более традиционный праздник, например, маслеца, басаха, береза и так далее. Чтобы лучше понять социальные культуры в отличие двух стран с помощью традиционных праздников, я хотел бы оставаться на некоторых аспектах. И поэтому я думаю, что можно сперва, это будет у нас концепция традиционной культуры. Так называют традиционный праздник, означает традиционный праздник, созданный в человеческом его истории и тем более продолжающих в живой форме. Культуры имеют важные истории, культуры, научные и художественные ценности. И поэтому я думаю, что в будущем, чтобы они так изучали, это самое важное. И дальше я буду объяснить, что то, что я подумал, есть какие-то значения в традиционной культуре. Во-первых, я думаю, что это можно продолжать истории. И каждая страна, каждый народ имеет свои истории. И эти истории нужно продолжать, чтобы каждой стране можно побольше сделать для дальнейшего жизни, чтобы наши будущие люди можно побольше сделать, еще и сделать лучше, чтобы в своей стране можно побыстрее раздеться. А второе, я думаю, что это усилить народную сплощенность. У каждой страны должны быть свой язык, свой праздник, то есть эти все, свои культуры. И поэтому я думаю, что традиционной культурой каждой страны является прочимой, основной для сохранения национального единства. И третье, я думаю, что это можно указать мягкие, большие государства. То есть сейчас не смотреться какой-то стране сильнее. Это не только смотреть как экономики, как вот эти науки, еще нужно смотреть то, что они есть какие-то самые низкие силы. И поэтому, например, у нас есть вот такие образы, например, включаются известные фильмы или «Пасквит по мячу», NBA, или можно вот какие-то музыки, еще может быть какие-то множественные, многие известные звезды, еще может быть есть какие-то песни, чтобы для настоящих людей, они хорошо понимали, они хорошо знали, что эти для нас тоже очень важны. И поэтому я думаю, что это будет третий. А четвертый, это уже можно показать, что традиционный праздник, конкретный национальный дух. То есть нам нужно сразу показать от национального духа. Здесь, например, праздник Туангу, китайский праздник. То, которая девушка, если замуж, тогда в этот день должна возвращаться к маме. И потом вот этот мужчина, он уже женится, но все равно нужно возвращаться с ней вместе домой к маме. И это наша традиция. И потом то, что в России, я тоже думаю, есть вот такие образы. Но, например, Новый год в России, он тоже воплощается в себе сильной любви. Например, вот этот между родственниками или между друг другами. И потом я бы хотела, чтобы некоторые традиционные русские праздники с вами вместе обсудить. Но первый этап, это Новый год. А Новый год, это каждый стране имеет Новый год. Но я знаю, что раньше у России было 1 марта, в начале весны был Новый год. А только до 1699 году он изменял на 1 января. И поэтому внутри тоже есть много интересных историй, много интересных значений. И в 1930 году уже при выделительстве СССР официально праздновало Новый год. Что можно показать, это уже национальный традиционный праздник. И тем более у нас сейчас можно, за каждый год можно увидеть, что у нас в центре Броссио уже поставлено Львово. А наверху это звезды, и сразу можно показать символ жизни. У нас в Китае тоже так. У нас есть много символов, чтобы тоже можно показать, что желание, чтобы в будущее хорошее. И тем более второе, то, что я выбрала русский национальный традиционный праздник. Это маслинцы. Это тоже показано, что людям нужно общие 7 дней нельзя кушать мясо. Но хотя бы эти дни, они нужно спасаться за вот это мясо, чтобы в будущем можно побольше сделать, чтобы в будущем есть какие-то еды, но тоже показано, что эти еды очень трудно зарабатывать. И поэтому нам нужно за каждый день не только тратить время, еще нельзя тратить еды. И поэтому в Китае тоже одинаково из-за этого. И третье, то, что я выбрал праздник Берези. Берези – это, можно говорить, второй праздник сезона. Это праздник Берези, который отмечается в России каждый год 24 июня. Чтобы Березный праздник начинается с деревни, длинные, социальные. В эти дни, 22 июня, солнце дольстности своего окрепляет в небе. А то, что я выбрал вот эти праздники, я думаю, что это все можно показать, что в Китае одинаково есть. И поэтому продолжать я буду еще вам объяснить. И у нас у Китая есть какие-то традиционные праздники. У Китая, не как у России, у нас не имеется официальной легии. И поэтому мы не так смотрим на то, что мы как верим. И поэтому нам есть много праздников. Но это для наших древних, китайских. Они только что не так умны, чтобы много подумали. И потом подумали, что этим нужно все поверить в небо и в земле. И в Донецке хан принято счастье, что основный традиционный праздник в нашей стране начался в период Династии Хан, который стал первым крупным событием в развитии после совсем не единого Китая, политической и экономической стабильности, а также значительное развитие науки и культуры. И праздник, который праздник, который празднивается в Донецке, хан, уже было немножко изменение. С тех пор праздник стал родственным, насыщенным. Многие виды праворода и удоверения. Появились и включены стали модные эти обычаи, предотвращаются развитию и председателю. И тем более у нас не только имеются то, которое я говорила, в Белой части, такие традиционные праздники. И тем более у нас еще есть много праздников по нашей ровной календарю. И хотя бы как сегодня у нас по китайской ровной календарю, это будет 15 октября. То, которое если через, после 23 дня у нас тогда уже будет другой маленький у нас этот праздник. Но этот праздник не имеет какие-то нужные праздники. Это просто показать, что у нас погода будет очень хорошая. И поэтому сейчас, как сегодня, у нас в погоде уже снег идет, что показано, что здесь все хорошее. И тем более здесь я расширяла, что у нас есть эти 17 ровные календаря, и там еще есть ровные календаря, 17 праздник. И в данный момент я еще можно вам объясню. То, что у китайских праздников, там еще можно показать, то, что у нас внутри и история, и внутри культура. И для иностранных изучается китайский язык, это тоже можно помогать. И поэтому я думаю, если нужно сравнять и свои культурные языки, и культурные праздники, и его, то, что вы изучали, вот эти языки, тоже нужно поймать их культуры. И поэтому я еще сравняла какие-то вот эти между Китаем и Россией, если какие-то разницы, и почему. И первое, это история, потому что у нас не имеется верения, и поэтому мы невозможно сразу сравняться, как в России. И поэтому, как в России, что то, что у нас есть такие-то много, например, у нас есть вот этот праздник по 7 января, что это Рождество русских праздников в церкви, что в этой церкви нам тоже нужно праздновать, а в Китае так невозможно, потому что у нас не верить на этот. А второе, это где-то смотрим на праздные мероприятия. Здесь я думаю, что про Китае влияние новых идей о традиционной китайской культуре, празднование китайским народам, празднование основным проводиться в семье, которые ценятся понять семьи, которые можно друг другу побольше понять. Хотя бы у Китая это доля побольше в семье, а в России это чуть-чуть по-разному, чтобы они подумали, что можно, может быть, это можно с друзьями вместе побольше, и поэтому или можно, но сейчас, в настоящее время, даже если много молодых людей, как в Китае, то же будет средство побольше к семье. А третье, то, что я подумал, что это призначение ценности. Здесь я думаю, что здесь у традиционного праздника воспринимаются в себе две разные ценности. Многодесячные человеческие ценности китайской нации определяют соседству, хозяйственную, девочерственную и корреческую ценности людей. А в России у них разные краевные места. Замечаются каникулы и отдыха. Но сегодня, когда у нас есть тоже много молодых, и наши коллеги тоже можно говорить, что очень поправлено, что можно с нашими китайцами тоже хорошо общаться. И поэтому я думаю, что через эти уже можно понять. Не только изучать язык, чтобы еще можно между Китаем и Россией можно попозже понимать друг друга. И это можно помогать изучать язык, людям лучше понимать и лучше изучать язык, что тоже помогает нашим народам лучше общаться и хорошо знать друг друга. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, Фенсея, за такое... Сейчас тут немножко стресс, да, как бы... На самом деле, новый год... Вот, и вы нам своим выступлением просто подняли настроение. Спасибо большое. На самом деле, традиции России перекликаются. Иногда даже находят какие-то особенности в менталитетах, да, китайцев и русских. Вот, поэтому очень интересно. Спасибо большое. Я передаю слово Елене. Если вопросы есть, то, что вы дадите. А я хочу поставить нашу презентацию следующих участников конференции. Извините. Елена, Усапаева за ней разошла. Прекрасно, хорошо. Меня слышно? Нет, извините, я не слышно. Не слышно? А сейчас? Сейчас будет нормально. Да, да, сейчас будет нормально. Хорошо. Еще раз выражаю благодарность, Фенсея, за ее презентацию. Огромное спасибо. Если есть какие-то вопросы, то участники могут задать их. Давайте посмотрим. Как я понимаю, вопросов нет. Спасибо еще раз огромное вам за презентацию. И следующий участник наш, это Усапаева Замира Адилбаевна и Алия Бонаджановна. У меня вопрос. Вы будете сами показывать презентацию свою или нет, или нам ее показать на экране. Я хочу подсказать, как подключить ее презентацию. Как ее подключить? Подключить можете через демонстрацию экрана. Внизу есть значок, такое окошечко со стрелочкой. И вы загружаете сначала презентацию на свой рабочий стол, открываете ее, нажимаете «Открыть панель обмена контентом» и переходите обратно на свой рабочий стол. Да, вот я внизу эту стрелочку не вижу. Если хотите, мы можем поставить вашу презентацию. Да, конечно, хочу. Хорошо. Они тогда поставят вашу презентацию. Она у меня на рабочем столе. Прекрасно. Открыто. А нет, как с презентацией? А сейчас я погружаю. Хорошо. Презентация у нас называется Suggestive characteristics of verbal and non-verbal brands in intercultural communication. И, как я уже сказала, у нас автор Загбаева Замира Азилбаевна и Алия Баянджановна. Скажите, пожалуйста, вы будете выступать на английском или на русском языке? Я буду выступать здесь на русском языке, а презентация на английском. Прекрасно. А вопросов вам было бы удобнее в дальнейшем отвечать на русском или на английском? Ну, без разницы. Хорошо. Отлично. Тогда прошу вас. Так, презентация. Замира, ты подключила презентацию? Нет. Ну, вот я тоже не могу подключить. А кто поможет нам? А, нет татухи, да. Просто я, да, Teams не знаю, где здесь кнопочка презентации. Внизу я ее не вижу. Замира Азилбаевна, будет транслировать вашу презентацию Марина Георгиевна. Вы только говорите тогда, когда вам слайды меняете. Хорошо? Хорошо. Мои хорошие, я жду, когда вы мне скинете презентацию, и я с удовольствием ее продемонстрирую. Отсюда скинуть, скажите, пожалуйста. На почту. Они мне сейчас скидут на почту. Отправила. Буквально секундочку. Хорошо. Видно? Да. Спасибо большое. И извините за ожидание. Тема моего сегодняшнего доклада – это субъективная характеристика вербальных и невербальных брендов межкультурной коммуникации. Почти следующий слайд, пожалуйста. Почти следующий слайд, пожалуйста. И вот так. Их можно было бы внести в том, что они подвергаются в их пользу в виде религиозных взглядов, общественных мнений, воспитаний, продвижения моды, рекламы массы. И все это подвергается внушению. В большинстве работ различных исследователей понятия «сугестия» от латинского «внушение» означает, рассматривается как средство воздействия на отдельную личность, формируя у него волю или сознание, определенное состояние. Например, уверенность в своем внушении, уверенность в качестве бренда, формирование конкретного чувства, страх, радость, отношение к какому-либо объекту и поступку, конечно же. Под такое воздействие может попасть не только один человек, но и несколько человек. То есть это группа, и это называется массовым внушением. Либо отдельное слое общества. То есть мы говорим про религиозное общество и так далее. Специалистами психотерапии «сугестия» широко применяется и является одной из востребованных методик воздействия на коллективные мнения и сознания. То есть «сугестия» является психическим внушением на изменение процессов, которые влияют на мышление, чувство, реакцию, большую частью, незамечаемые тем, кто подвергается внушению. Со стороны кого-либо со стороны самого себя. Однако на основании анализа понятия речевого воздействия на сознание человека сделан вывод, что понятия «сугестия» и «манипуляция» — они совершенно разные. В первую очередь это зависит от поставленной к ним цели. «Манипуляция» применяется в том случае, когда необходимо скорректировать поведение адресата за счет скрытого или направленного воздействия на него. «Сугестия» наоборот ставит цель, чтобы внушить скрытым или прямым воздействием на определенные стереотипы поведения. Следующий слайд, пожалуйста. Для «сугестий» характерно наличие следующих ключевых функций. То есть это первое — познавательное, творческое, регулятивное, прагматическое, трансформационное и рецептивное. Первое — познавательное, которое направлено на опознание мира и дальнейшее описание этого познания. Второе — творческая функция, которая пробуждает и раздражает эмоциональную сферу, за счет воздействия на нее через подсознание. И регулятивная функция — это функция, которая способна создать необходимую атмосферу для адресата, то есть с целью его воздействия, для повышения его продуктивности. И прагматическая — это такая функция, которая помогает адресату достичь определенного результата или цели. И трансформационная — это помогающая адаптироваться адресату в условиях изменения среды или соответствующей атмосферы. И последнее — это рецептивная функция, через которую адресат понимает и распознает явления окружающего мира. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это те функции субгейстии, про которые я говорила. И последнее — это гармонизирующая функция. Функция — это функция, которая снимает внутренние напряжения адресата, создавая непринужденную обстановку существования адресата в нужных условиях. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, в данной работе субгейстии является скрытным, внушительным воздействием на сознание человека, который не осознает этого, то есть не осознает, что это внешнее влияние. И это проявляется в том, что меняет убеждение адресата и коррекция его введения, конечно. Бренд-коммуникация. Бренд-коммуникация — это взаимодействие между брендом и прямым его потребителем, то есть адресатом информации. Это обмен между двумя объектами определенной информации, которая подается в письменном и неписьменном виде. То есть вербальным и невербальным. Который включает в себя символы, механизмы и средства раскрытия идеи бренда и проявления его индивидуальности. Средство воздействия речевой деятельности делится на два типа. Это вербально и невербально. И именно в субгейстии к вербальным инструментам субгейстии относятся прежде всего те, которые человек воспринимает взглядом. К примеру, это название, логотип, цвет, шрифт и тому подобное. Поэтому тут можно выделить, конечно, в вербальном аспекте название, лид и текст. И каждому из этих инструментов присущие свои функции, которые они, конечно, выполняют. Следующая патентация, пожалуйста. И первым из них это вербальный. Вербальный, как мы говорили, это название, логотип, который сразу адресат видит глазами. В первую очередь, к примеру, можно назвать название, то есть заголовки брендов. В ходе анализа каждой выделенной части текста, то есть заголовок, лид, лид, это первый абзац текста, была проанализирована та коммуникативная стратегия, которая присуща им и которую они ставят для достижения цели. Для названия логотипа, заголовка применяется много методик. И сугестивное влияние для привлечения внимания, именно для внимания потребителя, характерны следующие инструменты для различных уровней влияния. Следующий слайд, пожалуйста. Первым можно назвать это лексический уровень. Лексический уровень построен на словах, символах и сигналах. Например, в рекламах иногда даже в рекламных этих блокадах видим, что там всегда пишется, там, попробуй, ты узнаешь, не бойся, ты только сделай шаг. Вот такие смысловые тексты пишутся. Для рекламы такими символами выступают слоганы, то есть как мы называем, и которые в них содержатся смысловые слова очень таким эмоциональным подтекстом, которые таки говорят, делай, и ты узнаешь, каков это результат. Следующим можно назвать морфологический уровень. Следующий слайд, пожалуйста. Морфологический уровень. Для морфологического уровня характерно наличие количественных числительных именно. Этот прием сейчас очень широко используется в разных сферах рекламы. С одной стороны, он передает конкретику, а с другой является идентичностью с аудиторией клиповым мышлением, который для сомневанного общества является массовым показателем. Для такого воздействия, конечно, важен сам числовой показатель. Тут мы отмечаем, что в любой рекламе не фигурирует число больше десяти. То есть используется число до девяти, включая девять как бы. Ну и может быть и меньше, конечно. К примеру, если взять девять фраз, которые помогут в трудные времена, пять способов чувствовать себя одиноким и так далее. Как вы видите, тут выбраны девять и пять. Это конкретное число, которое задает какой-то некий алгоритм. Алгоритм. То есть если адресат будет соблюдать этот алгоритм, то получится положительный результат. И следующий инструмент – это вопросительное относительное местоимение, местоимение на речи и подчинительные союзы. К примеру, в некоторых рекламах вот такой подтекст везет, типа «Как успеть все», «Четыре стадии жизни», «Как избежать неудач и нарушений» и так далее. И следующим примером можно привести текст. Конечно, это один из видов вербального внушения текст. Для текста в целом мы можем выделить такое сегестивное средство, как коммуникативная тактика привлечения авторитетного мнения. Практически в любой рекламе или демонстрации любого бренда есть информация об исследованиях, именно зарубежных, скажем. Чаще всего в университете Соединенных Штатов Америка было такое исследование, и результат такой-такой был. И, конечно, все из них положительные. К примеру, если перемести, вот, проведя исследование семейных проблем, многих пар психолог Джон Готман обнаружил и так далее. И в последнее время именно в сфере косметических средств много используется именно этот текстовой метод. Потому что многие верят в то, что реально... Ну, оно таки есть, как бы многие исследователи сделали такое исследование и обнаружили такой эффект, такого вот чудо-крема, так скажем, да. И это все действует на мнение милых дам, как мы, конечно. Следующее – это невербальные. Можно следующий слайд, пожалуйста. Невербальным средством сегестивного воздействия относятся разнообразные параграфремные средства. И креализированные тексты, которые содержат вербальную и невербальную коммуникацию. То есть фотографии, это логотип и так далее. Именно это относится к визуальному ряду, потому что это содержит определенные изображения, символы, которые вызывают у адресата определенные ассоциации, конечно же. В таком случае все элементы визуального ряда выдержаны одной цветовой гамме. Стиле, чтобы привлечь внимание потребителя. К примеру, если зайти в торговый центр и видеть название брендов и их логотипа, они очень друг от друга отличаются. И по цвету, и по выделению текста, конечно же. И у каждого из них есть свой определенный цвет. Например, «Макдональдс» — это желтый-зеленый, «Киевси» — это красный и так далее. Следующим примером можно привести, конечно, выделение заголовка или ключевая информация другим цветом, шрифтом, фонацией. Стилем это помогает выделить самую важную информацию, акцентировать внимание на ней. То есть иногда мы видим такие тексты, которые выделяются, красным выделяются, либо очень так выставлено, чтобы человек сразу обретил внимание на нее. И оно может нести подтекст очень важный и, конечно, для внушения мышления. Так, следующий слайд. Отношение между потребителем и брендом является очень важным аспектом именно в сфере брендинга, потому что отношение между потребителем и брендом создается годами, и человек всю свою жизнь может пользоваться одним брендом, так скажем. И поэтому это очень важно. Поэтому именно отношения между потребителем и брендом могут иметь разную направленность, а именно рационально-формальную структуру, то есть отношения построены на основе мысленных построений и образов, то есть мнения, оценки людей, суждения, образы и так далее. Второе — это эмоционально-выразительная структура, то есть отношения основаны на сенсорных формациях, это наши чувства, эмоции, аффекты, переживания, настроения. И поведенческие, динамические отношения. Это выражается в проявлении определенных действий, то есть намерений, мотивации, становок и определенных действий, конечно же. Следующий слайд. И, к примеру, как вы видите, это бренд Nike. Это считается одним из самым эмоциональным брендов Америки, потому что многие американцы очень любят Nike, потому что она является очень эмоциональным, так скажем. Тут вы видите то, что специальные предложения бренда апеллируют к эмоциональному триггеру, то есть связанному с лидерством. Типа, если ты сделаешь это, ты станешь первым, вот такой у них всегда прорыв к лидерству, так скажем. И вот этот слоган «Just do it» — это очень является эмоциональным призывом, мотивационным призывом, который реально внушает людям мотивироваться и делать, любить спорт и, конечно же, идти вперед, быть гейзером. Следующий слайд, пожалуйста. И следующий бренд — это Coca-Cola. Это один из многих брендов, которые эмоционально тоже связаны с потребителями благодаря этому чувству. Чувству тут, конечно же, является счастье. В основном, если вы заметили, лето, в летнее время особенно, очень часто прокручивают рекламу Coca-Cola. Она там говорится, что она освежает, заряжает и так далее. А зимой — это более, так скажем, семейная остановка, да, то, что к новому кову, вот, к северному столу готовы. И, конечно же, тут стоит cola. Компания Coca-Cola, у них была такая акция «Выбор и счастье». И она стала очень отличным примером, в котором показано, как использованы эмоции для связи публикой. Именно тут компания побуждала потребителей делиться счастливыми воспоминаниями и переживаниями, которые сделали их счастливым. Вот, как я сказала, летом и Рождество, и Новый год. И следующий слайд. И, подводя итоги, конечно же, интегрированный язык каждого бренда, несмотря на общие средства сегествий, сохраняя в себе свою идентичность и аутентичность, конечно, это всё единственное стиле для любой коммуникативной ситуации. Последовательную повторяемость имеет, конечно, определённым символом и изображений. Согласованность именно вербальных и невербальных средств помогает создать определённую айдентику, которая запоминается на адресатах на подсознательном уровне. То есть многие бренды и компания этого не добиваются. Поэтому язык бренда формирует его идеологией, такой маркетинговой стратегией, которая помогает потребителю идентифицировать определённый бренд, формирует связь адресата словами, символами, обозначенными характерными брендами. Всё. Спасибо за внимание. Спасибо большое за вашу презентацию. Она очень была интересной. Дорогие участники, есть какие-то вопросы? Да, есть вопрос. Замира, меня зовут Петрова Марина Георгиевна, доцент Института иностранных языков РУДН. Замира, у меня такой вопрос. Каждый год с мая месяца мы начинаем компанию по приёму в университет. Оно, конечно, понятно. На Кока-Кола, Найк, всемирно известные бренды. Но когда мы говорим о рекламе, именно в ВУЗ, тут уже другая проблемочка. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие лучше использовать средства, вербальные или невербальные, при приёме абитуриентов? Какая реклама должна быть? Много ли информации или, наоборот, мало? Может быть, это больше на видео? Вот что? Какие онлайн-платформы лучше использовать? Как вы считаете? Я считаю, что сейчас как бы век технологий и, конечно же, социальных приложений, поэтому это всё надо совместить. И сейчас, так скажем, ТикТок очень распространённый, популярный, очень среди подростков, именно школьников. И они очень, так скажем, хотят быть... Ну, прислушиваются, ладно, прислушиваются к известным блогерам, так скажем. Так что, мне кажется, рекламу надо запустить через блогеров, через вот самые знаменитые, так скажем, ТикТок-артистов, и через них, конечно же, делать рекламу и приглашать в свой вуз. А если люди, которые в ТикТоке, ну, мы знаем, в ТикТоке кто, я просмотрю иногда, да? Я согласна, если я НГ возьму, мне, народу будет интересно, но бывают блогеры небольшого ума, и вы считаете, оно подойдёт в качестве рекламы для вуза. Ну, как бы, да, как такая фишка, но... А мы не упадём в глазах науки? Это всё надо, мне кажется, поэтому надо преподнести очень чётко, культурно и без... без причинения вреда именно в науке и в образовании, конечно же. Спасибо. Мария Георгиевна, я хочу добавить, но я думаю, что вы сами знаете, какую рекламу давать и как её и где размещать, но вот из нашего опыта, и мне кажется, мы тоже эти рекламные листки готовим, раздаём, для того, чтобы привлекать университеты, я думаю, что все рекламы, они должны быть краткими, ёмкими, лаконичными, красочными и использовать весь арсенал, все сферы, в которых привлекаются и на которые заходят потенциальные абитуриенты вуза, при этом, я думаю, что абитуриенты это абсолютно разные по своему психологическому настроению, по своим устремлениям, целям группы, даже по своему психологическому портрету, темпераменту, поэтому нужно ориентироваться на разные группы абитуриентов. Спасибо огромное. Большое спасибо за вопросы, я вижу, что Казакова Ирина Евгеньевна подняла руку, Ирина Евгеньевна, у вас вопрос? Спасибо большое за презентацию и очень интересное выступление. Замира Алдиваева, хотелось бы очень у вас уточнить вот такой момент, интересует тема слоганов и брендов, которые вот сейчас по большей части заполонили и телевидение, и интернет, они нас окружают. И насколько я в курсе, очень часто используются именно гендерные роли. Ну, к примеру, если это женская роль, то, естественно, это хранительница очага, хранительница домашнего очага. Если это мужчина, то это прежде всего защитник и добытчик. Вот в настоящее время тенденция меняется вот этих ролей в использовании слоганов и брендов. Именно в СНГ я могу сказать, что не меняется, а в зарубежных странах, конечно, надо же менять. Если вы заметили, во многих фильмах, роликах, клипах, сейчас гендерная именно роль, так скажем, мужчины и женщины, она более, как бы, пришла к изменениям, скажем. Сейчас, как вы знаете, есть, как сказать, люди с другой ориентацией, так скажем, их больше поддерживают, поэтому во многих рекламных и во многих этих музыкальных клипах их роль тоже считается обозначенными. Спасибо. Спасибо большое. Я вижу, у нас есть еще один вопрос. Так, я вижу, Екатерина Александровна, пожалуйста. Да, здравствуйте еще раз. Спасибо большое за презентацию, она была очень интересная. У меня появился вопрос, много схожий с вопросом Ирины Евгеньевны, но немного в другой сфере. Сейчас реклама имеет большое влияние на окружающий мир, поскольку мы видим рекламу абсолютно везде, и на улице, и в интернете, и в журналах, и так далее. И имеет ли смысл в рекламных кампаниях использовать какие-то лозунки, какую-то информацию, которая связана с проблемами мировыми, для решения этого вопроса, например, чтобы общество больше задавалось вопросами касаемо экологии, касаемо каких-то политических, миграционных и других проблем, если они начнут использовать такую информацию в своих рекламных роликах, чтобы было не только заинтересовать народ своим продуктом, но и, например, затронуть тему экологии, например, перерабатываемая упаковка или что-нибудь типа того, чтобы люди видели, что такая проблема есть и можно ее как-то решить. Да. Сейчас, как вы знаете, многие бренды именно связывают свой бренд именно с экологическими проблемами, например, Макдональдс, как бы, так скажем, поддерживает экологию, поэтому они используют ими не пластиковые, а более такие бумажные трубочки, и я слышала то, что в Америке именно под стаканником есть какое-то приложение, связанное вот защитите природу и тому подобное, например. И еще, если вы видели, во многих супермаркетах, там, когда покупаешь воду, там пишется, да, снизу то, что какой-то процент выделяется в благотворительность, так скажем, и это тоже, как бы, мотивирует человека покупать именно этот продукт, потому что он этим помогает, ну, занимается благотворительством, так скажем. вот, поэтому сейчас многие мировые бренды, конечно, очень заинтересованы именно в этом, таких проблемах, так скажем, мировых. Спасибо большое за ответ. Замират Дилбайевна, спасибо большое за ваш ответ. У меня тоже личный вопрос уже есть относительно вашего доклада. Хотела бы сказать, что меня ваш доклад очень сильно заинтересовал с точки зрения именно психологических аспектов, а именно в своей презентации вы говорили о том, что вся реклама, она в целом построена на эмоциональном аспекте, и благодаря этому она вовлекает в целом, да, покупателя привлекает и повышает спрос на определенный товар, или, ну, неважно, какого типа этот товар является. Мой вопрос заключается в следующем. 90, практически 5% рекламы, которую мы сейчас имеем, она эмоционально положительна. То есть у нас есть очень такой хороший контраст, то, что новости у нас наоборот 90% это негативная информация, реклама это наоборот положительная информация. Как вы считаете, насколько это действительно оправдано с точки зрения продвижения? Не было бы более эффективно использовать не положительный, вот эту вот картинку, да, показывая идеальность и так далее, а показывая обратную сторону. То есть что бы было если бы наоборот продукт не использовался бы, студенты не учились бы в университетах. То есть как вы считаете целесообразность демонстрации вот этого эффекта потери недоиспользования, насколько это целесообразно было бы? Сейчас ну вообще именно в рекламах используются все эмоции, тут страх, гнев, как бы злость и радость, но в основном радость, конечно же. Вот такие именно грустные так скажем ролики либо слоганы, это все большинство используются именно вот в Филиппинах и Таиландах как бы у них много роликов связанных именно вот с грустью так скажем. Я бы продемонстрировала бы, но конечно я сегодня не добавила, потому что там очень длинный текст был. вот поэтому если они будут использовать обратные, она по-любому они свою выгоду как бы сделают это. Даже если они грустный ролик снимут, либо грустные слоганы, вот выписка по-любому она будет работать на них как бы потому что у них есть потенциальные потребители, у них есть уже свои базы так скажем, у них есть свои акции, это никак на них не повлияет и если вы смотрели YouTube обычно там выскакивает как бы реклама именно помощь больным это очень часто прокручивается то тоже как бы реклама когда вот смотришь очень радостный видеоролик а там просвечивается реклама и у тебя тут сразу внушение идет сразу хочется перечислить эти деньги и так далее поэтому никогда мне кажется это не будет работать на обратную сторону даже если так будет люди будут с пониманием относиться по-любому все люди знают как бы то что во всем есть фальши так скажем а есть какие-то статистические данные относительно успешности скажем так положительных и негативных вот этих реклам особенно успешности я только слышал то что именно радость радость счастье это все эти эмоции как бы работают на 90% именно вот так скажем кока-кола apple red bull который окрыляет конечно же они все как бы лидируют в мировой арене за счет того что они рекламируют именно преподают но подают именно счастье радость как бы только положительные эмоции они поэтому лидируют есть вот такая статистика поняла хорошо спасибо огромное безумно интересная презентация спасибо дорогие участники есть еще вопросы да у меня на самом деле есть вопросы комментарии скажите пожалуйста слышно ли меня прошу прощения у меня некоторые технические неполадки слышно да отлично замир спасибо большое за ваше выступление вот на самом деле ирина казакова затронула такую тему да гендерную на самом деле у нас вот по этому большой дискурс по этому поводу у меня вопрос скажите пожалуйста если мы будем говорить о социальной рекламе опустим маркетинг пиар и все остальное мы говорим о социальной рекламе скажите пожалуйста о вашем государстве поднимаются ли социальные темы относительно гендерного да гендерного равенства да среди между мужчиной и женщиной есть ли у вас такая реклама которая затрагивает положение женщины в вашей стране вот это очень интересно потому что на самом деле мы можем замечать да градацию и цензуру в общем-то да в каждом отдельном государстве если мы возьмем юго-восточную Азию там одни ценности да мы можем наблюдать то есть семейный очаг все вместе постоянно какие-то праздники да появляются если мы возьмем американскую да сторону то есть здесь свобода выбора да то есть в принципе все постоянно in hurry да постоянно все торопятся все ничего не успевают да то есть семья немножко по-другому у нас да предстает поэтому мне очень интересно касательно вашего государства да вашего менталитета а поднимать ли вы социального рода рекламу вот спасибо да конечно социальные ролики они всегда прокручиваются именно в телевидении там про гендерные равенства да было сейчас во время пандемии конечно возросло именно преступление так скажем в отношении женщин то есть это домашнее насилие поэтому многие социальные ролики именно более ну более предрасположены к этой теме так скажем потому что я конечно статистику не помню но это было устрашающе очень потому что многие женщины погибли из-за домашнего насилия многие все еще терпят побои многие ушли но все еще как бы муж не отстает вот такие проблемы очень такие сейчас популярные именно так скажем именно для социальных роликов вот и конечно же в отношении именно алиментов во многих билдерах конечно на улицах мы видим то что когда на машине приезжаем видим такие билдеры где там пишется платье алименты не давая детям как бы плакать еще есть такой сейчас очень как бы так скажем популярны у нас муралы муралы знаете да которые на стенах прорисовываются и там есть такой слоган не бить а любить там девушка с парнем и которые собираются это тоже как бы социальная реклама именно на мурале поэтому у нас конечно же очень я хочу можно ремарку да 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 поскольку Замира сейчас уже начала говорить о том что насилие и так далее да но у нас традиционное отношение к семье традиционное отношение между природой созданными мужчиной и женщиной очень активно обращается внимание на продолжение рода естественным способом безусловно что эта проблема она касается и Казахстана потому что это открытое государство и глобализация и все и информационное пространство оно тоже доступно нам в полной мере безусловно мы все эти проблемы знаем слышим и у нас есть такие организации но они все являются ну для открытого наверное для открытого представления себя табу и у нас как-то пытались тоже выходить на демонстрации но это было запрещено точно так же наверное как и в России я недавно слышала когда Путин сказал пока я жив этого не будет поэтому то что на западе происходит это страшно у нас не рекламируется не пропагандируется гендерное гендерное в плане не то что равенства а нивелирование гендерных различий у нас наоборот происходит равенство между мужчиной и женщиной да но это в определенных условиях например при приеме на работу в определенной организации это конечно же есть но нивелирование гендерных различий у нас к счастью может быть я это я не знаю как у вас в России это происходит но мы слышим что вот я недавно действительно слышала как Путин сказал об этом очень громко пока я жив этого я не допущу спасибо большое за развернуто тоже пояснение ответ да действительно вы правы это так и есть вот это так и есть да было действительно заявление поэтому мы с вами в этом плане солидарны хорошо спасибо большое еще раз за выступление такой наш урокий дискурс произошел так дорогие слушайте дорогие участники мы в чат вам сейчас бросили файл это QR-код Институт иностранных языков совместно с Российским университетом дружбы народов запустил особенное приложение для вас да то есть здесь у нас будет переводчик да то есть это такой у нас синхронный перевод вы сможете осуществлять через свои наушники что для этого нужно нужно будет просканировать QR-код навести камеру на QR-код и он вас в общем-то переведет на скачивание приложения потому что это очень актуально в настоящий момент впереди нас ждет два выступления потрясающих на английском языке поэтому все желающие пробировать наше приложение вот просим пожалуйста скачивайте приложение а сейчас дорогие участники мы хотим пригласить следующего спикера Татьяну Парфенюк это аспиранка по направлению языка знания первого курса институт иностранных языков Руден с темой comparative analysis of speeches peculiarities in New Zealand and British politics Татьяна you're welcome thank you so good afternoon colleagues I'm glad to see you I'm glad that you are taking part in this conference my name is Татьяна Парфенюк and I want to present the report of the study and the topic of my study is comparative analysis of speech peculiarities in New Zealand and British politics the next slide please so on the slide you can see the terminology that will be used in this presentation so Maori is the native language of the Maori tribe and New Zealand English so the next slide please on the slide you can see plan of my report firstly we will consider the purpose and methods of research then we will consider several historical facts related to the emergence of New Zealand English after we will compare several features of British and New Zealand English consider the results of SOVI that we conducted during the study and at the end we will summarize the results of the study so the purpose of the study is to compare and analyze the linguistic features of the speeches of British and New Zealand politicians comparison and analysis are made with the speeches of political figures since they are representatives of countries as well as professionals who influence political process in their countries the study uses comparative analytical methods and an experimental method so historical background in New Zealand the first contact with the English language occurred during the arrival of Captain James Cook in 1769 when he declared the country the British crown the bulk of the first settlers were English speaking prior to this time the Aboriginal Maori language was formed in New Zealand which subsequently influenced the formation and development of the English language in the country the phonological properties of the Maori language have had some influence on the form of New Zealand English by the 1970s the Maori language was close to extinction and therefore efforts were made to include the mother in the media and schools curriculum at present New Zealand politicians promote their Maori language and also use the vocabulary of this language in their speeches for instance the Prime Minister of New Zealand Jacinda Aden says the Maori language is living thriving language and part of who we are a sea country the next slide please in comparison of British and New Zealand English an example is that to British ears New Zealand English often has three vowel shifts the authority of which may vary so short e sounds like schwa neutral vowel so kitten sounds like cotton short a sounds like short e so saxophone sounds like saxophone short e sounds like short e so red sounds like red so there is a common tease among Australians is to ask New Zealand to say fish and chips because to our ears it sounds like fash and chops and the next okay so also the vocabulary of New Zealand English differs from British English on the slide you can see a table that examines the comparison of basic words and expressions in British and New Zealand English while British politicians speak familiar and understandable English for us New Zealand politicians speak New Zealand English the pronunciation of which is very different from British English English New Zealand politicians also use specific vocabulary and sometimes speak Maori in their speeches for instance the Prime Minister of New Zealand Jacinda Eden often begins and ends her speech with phrases in the Maori language the next please in order to prove the difference in British and New Zealand English we conducted an experiment among students from different universities and different levels of education whose curriculum includes learning English we provide their respondents with excerpts of two speeches of politicians speech by New Zealand Prime Minister Jacinda Eden and the second one is Sir Nicholas Som's emotional speech in Parliament we asked respondents to determine by ear which country the speakers represent Great Britain or New Zealand 110 people took part in the survey so can I ask you to switch on two parts of videos so that the conference participants can also listen to them this has not been an ordinary election and it's not an ordinary time it's been full of uncertainty and anxiety and we set out to be an antidote to that as a nation we needed a plan for recovery and so that is what we created we needed an ongoing health response to the global pandemic to keep people safe so that is what we've done and we needed a team to we can to be election and I am thus approaching the end of 37 years service to this house of which I have been proud and honored beyond words to be a member I am truly very sad that it should end in this way and it is my most fervent hope that this house will rediscover the spirit of compromise humility and understanding that will enable us finally to push ahead with the vital work so thank you very much the next slide please so I think you have heard the political speeches are really different and what about our survey the majority namely 80.9% of respondents managed to determine correctly whose speech was in New Zealand and British English 90.1% of respondents made a mistake from them 11.8% noted that Jacinda Eddon's speech was in British English and Sir Nicholas Soames speech was in New Zealand English 6.4% determined that both speeches were in British English and near 1% determined that both speeches were in New Zealand English The mistakes were mostly made by students of their first and second years of bachelor's degree Also many respondents who answered correctly commented in their choice They commented that the speech of the first politician representing New Zealand was incomprehensible and with strange pronunciation and vocabulary in that way a significant majority of students studying English were able to identify the difference between New Zealand and British English The next please Summing up it is important to say that British English and New Zealand English are really different and is influenced by many factors the historical features of the development of countries cultural characteristics as well as the fact that each country represents its lexical and intercultural heritage In this study we prove that British English and New Zealand English have differences in pronunciation and in lexical contact This is especially evident in the speech of politicians for instance in the speech of the Prime Minister of New Zealand who in addition to linguistic differences often uses the vocabulary of the Maori language in her speech So the next one please On the slide you can see the list of sources which I used and I would like to thank my scientific advisor Irina Yevgenyuna Kazakova who helped me in conducting the research and in writing the paper and thanks for your attention thank you Спасибо. Спасибо за вашу презентацию, это было очень интересно и интересно, но у меня есть вопрос. В вашем голосе вы говорили, что многие люди в Нью-Зеленске начали изучать маори язык снова. Почему политики помогают изучать маори язык в стране? Екатерина, спасибо за вашу вопрос. Итак, в 1970-е, маори язык был close to extinction. 34 efforts were made to include the language in media and schools. Recent application for Maori language, Maori culture and the importance of Maori in New Zealand history has sparked a fresh interest in the language's protection. It is being increasingly acknowledged as a cornstone of New Zealand culture and an important part of the country's heritage. Allowing it to be forgotten would mark a massive blow to New Zealand's identity and awareness of this downing truth had led to the tide being turned. The reclining of Maori is a reminder of its crucial importance to New Zealand. It has been an official language since 1987 and it is finally being recognized as one by the majority. The presence of Maori in the daily life of average New Zealanders is no longer limited to place names and certain key phrases. And there is a lot of progress still to be made. But the situation today indicates that the future will be positive for this key part of New Zealand culture. This is what New Zealand politicians are doing now. Thanks a lot for your answer. So, as far as I can see, we have Anna Borodina. Anna Borodina has read her hand. Anna, you're welcome. Yeah. Thank you. Thank you again for your presentation. Thank you for your research. And I have to ask a simple question. You mentioned in your presentations that the Maori language had the influence on the New Zealand English. But probably were there any other factors influenced the vocabulary and the pronunciation of New Zealand English? And you didn't mention that. Okay, thanks for your question. In fact, there are several views on what exactly influenced New Zealand English. So, some scientists explain to the consideration of the origin of the New Zealand national version of English from the Southeastern dialects of England. The presence of feature in the English language of New Zealand inherent in the Southeastern dialects of England. Scientists explain this by direct transplantation of Southeastern dialects through intensive migration of early settlers. Other linguists don't rule out the hypothesis that the Australian version form the basis for the formation of the New Zealand national version of the English language. During the analysis of linguistic literature, many scientists repeatedly pay attention to the phonetic and lexical similarity of the New Zealand and Australian national variations of English. The main prerequisites that determine the theory were the influx of early settlers from Australia to New Zealand. So, I see we don't have any more questions. Thank you. Thank you for your hands and transfer. I guess that also some British dialects also influenced the vocabulary and pronunciation. Thank you. So, I see we don't have any more questions. Tatiana, thank you very much for your interesting presentation. It was a great pleasure to listen to you. And now we are going to introduce our next speaker. So, just wait a minute. And now I'd like to introduce our next speaker, Alexandra Sudakova with your topics. What analysis of disciplines, programs of PR students on the base of case study? So, you're welcome. Okay, good afternoon. Good afternoon, dear members of the board and all the participants and students. I'm so sorry for the noise that can be because our neighbors are renovating the apartment. I'm so sorry. So, let me start. Our research project concerns what analysis of PR students disciplines programs on the case study base. Okay. So, in our presentation, we'll briefly outline the key theoretical points and then proceed to the presentation of our findings. As you know, globalization and digitalization keep evolving with incredible speed. And one of the inputs of the rapid growth for the coronavirus pandemic consequences would still influence and reshape various aspects of daily people's life. Especially the working sphere. And we can say that 2020 was a fresh start and an occasion to reflect what job is more lucrative and steady in our world. In the world where we're all staying at home. Next slide, please. So, the object power study is SWOT analysis of working program on academic discipline communication theory and international public relations PR. Next slide, please. Okay. Next slide, please. I did it. Okay. Yes, I see. Thank you very much. So, I would like to start with the speech of our president where he mentioned that it's necessary to launch a training program for industry specialists in the field of digitalization. So, it means that our lives can stop because of coronavirus pandemic. And that's why we should be flexible and our educational programs should be flexible. So, right now I'm going to explain why exactly did we choose that program. We have analyzed the recent surveys conducted by Forbes, Glassdoor, Indeed, Hacharo, Erbuka and other sites. And we found out that there is a genius, the high demand of such profession as a product manager, a strategy manager, a product marketing manager and PR specialist. Yeah, because people still, when they're sitting at home, when they're working at home, they keep studying, they keep buying, they keep searching. So, that's why we conducted a study. Can you show us the next slide, please? And as you can see here, we have a table. We compared three countries. We compared our country, the USA and the UK. And as you can see, before the pandemic situation, nothing, almost nothing. We weren't interested in such job, such position as a product manager. Who is it? What is he doing? And speaking about the USA and the UK, as you can see, 2018, 19, 2020, 2021, these positions on the top. And we paid attention, yeah, we draw our attention only after this collapse that we faced. So, that's why we analyzed all the educational programs of the most popular, most prestigious universities of our country. The MGU, Rodean University, Renepa, SPBU and etc. And we found out that there are a lot of interesting different programs. But exactly only in our university, we have a program of dual diploma. Yeah, when you can study one year abroad in France and study marketing, international and negotiation, communication. And one year you can study in Russia and do some of this wonderful idea, you'll get two diplomas. Yeah, and one and international one. Can you ask with the slide, please? No, not the previous one. Yes. So, we studied our program. Our program and especially the discipline, communication theory and international public relations. We studied from the point of view, strengths, threats, so we conducted SWOT analysis. As you can see, we can say that our program has some strong points as marketing strategies to attract a variety of students. In the end, we have a strong base of literature, but we have to mention Russian literature. Yeah, Russian based literature, not an international one. Yes, and the threats and the weak points of this analysis are budget places. There's no budget place here. Yeah. Lack of students internship and, of course, lack of practical oriented, practical oriented base. And we have limited sources, unfortunately. That's why it was very interesting to find out the base, the international, how can we enlarge our program, make this program more lucrative for our future, for our potential. Students, that because our master degree students, they're not going to study language, they're going to study PR. Yeah, English language in PR sphere. So, that's why we offer our students. Can you switch the slide, please? To study not only the history of PR and some strategies, but to try to discover different autobiographical books. For example, we offer our students at first to read one of the books, then we're going to make different analysis. Let's move to the example. Next slide, please. Here we are going to see the case. If you have already, let's imagine that you've already read the story about IKEA, the well known retail store. Okay. So, as we can see, key business success factors will be determined by the ability to follow the roadmap of marketing. And that's the idea that our students have to know. And we are going to create, yeah, after we have read, we're going to create, to analyze the marketing mix. Yeah. The marketing mix is the most fundamental concept in marketing. It consists in product, price, place, and of course, promotion. Because we have no idea where you're going to work, but you should develop every product. Okay. So, speaking about the product. IKEA offerings can be broadly divided into outdoor furniture, baby products, eating, bathroom stage, desk mirrors, etc. Yeah. And all of these products are sold under the brand name of IKEA. And these products are perceived to be of high quality than our competitors. And therefore, customers are willing to pay a high price for this. And moreover, IKEA sell products that are famous for its traditional design, that is also practical for customers to use. Next, we're going to discuss the price, which is the most important thing. The task of accomplishing IKEA mission is to make products affordable to everyone. In traditional mindset of furniture business, prices of furniture should be high and price would be reduced as the furniture quality becomes lower. IKEA provides low prices and good quality product by standardizing its product's range, seeking low-cost manufacturers, and selling furniture in high volume globally. Okay. If we're moving on to the place. IKEA has got an excellent place and distribution strategy as a part of its marketing mix. So, IKEA sells its products through two markets channels. The first is it sells directly to the customer through its online website. And the second one is it sells to the wholesale, who then sells to different retailers located in all over the world, in different countries. OK. So, IKEA has its product represents on over 500 retailers in more than 52 countries. That's pretty high numbers. And the last part. The last part is promotion. The promotional and advertising strategy of IKEA focuses a lot on its marketing activities. They use promotion tools like TV, print, and line ads, billboards, and outdoor in its marketing mix. So, and actually IKEA promotion deserves particular attention. So, as you can see in the photo. Okay. I'm sorry. As you can see. Okay. Can you move back the slide, please? Mm-hmm. As you can see in the photo. Here we have, here we have actually a studio. Yeah. That studio was built for the opening of a Brooklyn store. As four square meters studio apartment furnished with IKEA staff. So, people could just enter this box and view to show apartment inside. One of the interesting advertising campaign was in Australia. So, they have come up with an amusing Valentine's Day offer. So, it's free crib for babies born nine months from the St. Valentine's Day. And future parents clip out the voucher and keep it in safe place for nine months. And also provide proof of birth, of course. And the coupon also notes that delivery not included. That's, of course, mom's job. And if we will discuss every autobiographic book. Yeah. Especially, for example, we can compare Estee Lauder and Maybelline. How they absorb different companies. Mag, Clinique and others. How do they develop their branding. The presentation of their product. And for example, loyalty programs. Our student will have the base for their future work. Okay. And that was it. So, that's only the beginning of my PhD thesis. So, I hope it will be interesting. Thank you very much for your attention. And I'm ready to answer your questions. Thank you very much for your extremely interesting presentation. So, dear colleagues, do you have any questions? So, I see Marina Georgina has raised her hand. Yes. I have some questions to Alexandra. Please, Sasha, tell me. Why have you chosen this educational program? And how do you think? Will the Board of Professors who developed this educational program change the educational program? Is it possible? Okay. So, the first reason why I have chosen this program. Because I'm a graduate of this program. And I can analyze and look through this program. Right now, I'm investigating. Yeah. I'm carrying out research from the point of view. From the teacher's point of view. And a couple of years ago, I was a student who faced with some difficulties. Such as an internship. And it was pretty difficult. We weren't ready to work somewhere. Yes, we at a good level, English level. But still, not every company was ready just to open their doors and say, Okay. We were waiting for you. No. No one. And speaking about internship in France, it was much more easier. Because there are a lot of startup companies. And that's the idea of your internship. You want to see the result of your work. You want to see, for example, that's exactly a month strategy of developing Instagram page of the startup. Okay. How you'll connect. How you'll find your potential clients. Yes. So that's the idea. And that's why I have chosen this program. Because one more moment. We have this discipline. I think it's the third semester. Yes. Almost the end. Almost the end of the master degree program. Because you know, we are studying two years. And it will be great to start, for example, with the first semester. Because, of course, we have to know the base, the history. I agree. It's very important. And we can't avoid it. Okay. That's the first semester. And the second one and the third one should be more practical. Because we're going to have the diploma where it would say, okay, we are specialists in marketing, PR, communication and negotiations. We're not English teachers, English professors or interpreters. And the second question. Yes. Actually, it's harder to change the program. But there is a possibility. Because every year we have to upgrade. We have to upload our programs for all the fields. And if we start doing it, for example, right now, maybe in two, three years, we can change it, actually. It's not that fast that we can expect, but still we can do it. Yes. Thank you. But what creative teaching techniques are you talking about in your presentation? Creative techniques? Yes. That's the idea, though. There is no need sometimes just to read the books, yeah? We're not that old-fashioned sometimes. That our students, maybe they don't like reading, who knows? There are many other options how to teach PR or marketing different strategies or options. For example, the first one, you can listen to different podcasts. And there are many podcasts which compare the war between companies, Pepsi, Coca-Cola, KFC, McDonald's. Now, it's not just about different dialects, about facts, the way of producing products, distributing this product. So, it's also, you can develop your listening skills and during your classes, you can discuss, you can create your methods or your own ways of, for example, just distributing. So, why not? Thanks. It could be Telegram channel, why not? And Instagram. You should join our previous session, we were discussing there. Okay, I will do it. Thanks. Thanks. Any other questions? So, okay. Thanks a lot for your interesting presentation. Thanks a lot for your interesting presentation. It was a great pleasure to listen to you. Thank you. And now, дорогие коллеги, хочу представить вам следующего докладчика. Анита Бисос, аспирантка 2-го курса Института иностранных языков, соискатель Института иностранных языков, педагог дополнительного образования. Анита, пожалуйста. Thank you. Марина Георгиевна, скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Да, слышно. Все, отлично. Я, пожалуй, отключу камеру в связи с техническими неполадками. Чтобы немножко подытожить, на самом деле, спасибо большое за прекрасное выступление. Александре хочет сказать на английском. Indeed, public relations play a key role in our society. Это действительно так. Спасибо большое. Так, хорошо. На самом деле, у меня не совсем презентация будет, да. Я бы хотела вас познакомить с нашей замечательной программой дополнительного образования. Сейчас я попробую сделать демонстрацию экрана. Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Видно. Хорошо. На самом деле, повышение квалификации, да, в области смарт-технологии в образовании, да. Здесь мы можем посмотреть, какие у нас есть направления, да. Это смарт-образование в современной образовательной среде, смарт-образование, технологии обучения и развития, педагогические практики в смарт-образовании. Хорошо. Автор и руководитель данной программы является Петрова Марина Георгиевна. Я также являюсь соавтором. Вот. Наши занятия уже начинаются со следующей недели. Что мы будем там изучать? Первостепенно, да, это наши смарт-технологии в обучении. В обучении различным дисциплинам, в том числе иностранному языку. Это у нас будет работа проходить на доске Миру. То есть мы познакомимся с функционалом интерактивной доски Миру. Также мы будем работать с сервисом Canva, да, по созданию презентаций различного визуального контента, которые будут изготавливаться, да, под разные запросы в зависимости от нашей аудитории. Набор сейчас еще идет, поэтому здесь вы можете как раз ознакомиться, да, посмотреть телефоны, можете себе сохранить. Также информация доступна на нашем сайте. Сейчас мы сможем сюда перейти. Вот как раз сейчас я вам продемонстрирую во всей красе работу доски Миру, да, то есть мы переходим на источник. И вот здесь прекрасно можем ознакомиться с нашей программой. Вот, например, смарт-образование, да, в современной образовательной среде. По поводу цен вы тоже можете более конкретно позвонить в центр ДПО Институтно странных языков, и мы вас обязательно проконсультируем. Так, сейчас я бы хотела немножко отвлечь ваше внимание и перейти на одну ссылку. Очень важна ваша обратная связь. Сейчас в чат я сброшу вот такую ссылочку. И что же нам нужно будет сделать? Вы заходите с любого гаджета по этой ссылке и оставляете какое-либо слово. Это может быть прилагательное, это как вам удобно, можете оставить предложение. То есть что нам нужно? Мы хотим получить от вас обратную связь. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, как вам понравилась наша конференция? Может быть, у вас есть какие-то комментарии? Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Мы сейчас ждем. Мы сейчас с вами вместе создадим облако слов. Вот, обратите внимание, вы сейчас перейдете по этой ссылке. Здесь нужно будет ввести слово. Можете ввести одно слово, можете несколько слов. Это все анонимно. Вот, ну, мы будем очень рады. Сейчас мы в режиме онлайн попробуем с вами это проделать. Скажите, пожалуйста, получается ли у вас перейти по ссылке? Да. Да, отлично. Все. Идем. Так. Ага. На самом деле это очень интересный сервис, Mentimeter. Он прекрасно подходит под как раз таки визуализацию вашей презентации. То есть здесь вы можете в режиме онлайн проводить голосование. Это подходит отлично для brainstorming. То есть это отличный сервис. Ага. Отлично. Очень интересно, познавательно. Так. Ждем остальных. То есть это сервис помогает вам, в принципе, получать обратную связь, да, в режиме онлайн. Очень эффективно работает как раз таки во время презентации. То есть вы можете понимать, насколько ваша аудитория замотивирована, насколько у них, насколько у них вызывает интерес, да, к вашей презентации. То есть это очень-очень такой классный сервис. Interesting. Great. Super. Информативно. Отлично. Мы сейчас строим облако слов. Amazing. Мало участников. Да, к сожалению. Extremely useful. Exciting. Информативно. Скажите, пожалуйста, друзья, кто-нибудь использует своей методики? Ну, возможно, не только методисты, да, возможно, кто-то работает в компании, да, в бизнес-структурах и так далее. Кто-нибудь использует такого рода сервисы, чтобы поддерживать обратную связь, работать в команде и так далее? Очень важно ваше мнение. Нет, если честно. На занятиях со студентами не использую. Ну, хороший, хороший сайт. Perfect, увлекательно, познавательно. Отлично. Вот, дорогие участники, мы сейчас с вами в режиме онлайн построили такое Word Cloud. Вот, на самом деле это сервис бесплатный, есть какой-то функционал, который уже запрашивает специальный тариф, то есть, да, там нам нужно оплачивать уже больше, но, то есть, даже этого вам, в принципе, может хватить, вот, для приведения каких-либо конференций с различными тематиками. Отлично. Отлично. Хорошо. Вот. Немножко хотелось бы рассказать о интерфейсе данного сервиса, прям немножечко. На самом деле, Miro – это интерактивная онлайн-доска. Как вы можете заметить, она у нас носит такой, как бы, бесконечный формат, то есть, у вас есть одна доска, вот, например, смарт-технологии в современном образовании, и вы, в общем-то, как по полотну здесь можете перемещаться. Плюс этой доски – это отличное решение для командной работы. То есть, мы все выходим в онлайн, у нас дистанционное обучение, и, в общем-то, страдает как раз-таки обратная связь. Мы не получаем сразу отклик от нашей аудитории, а Miro призвано решать именно эти задачи. То есть, здесь, в режиме онлайн-дремени, все могут подключиться по ссылке, но только зарегистрированы пользователи Miro, и мы все можем здесь осуществлять командную работу. Мы можем комментировать, комментировать работу друг друга. Для этого есть вот такой у нас бар-чат. Ну вот, например, да, и последовательно все могут писать свои комментарии. Самое интересное, что эта доска позволяет создавать учебные материалы. Учебные материалы со свободным доступом, которые, да, могут заходить по коду либо по ссылке. Здесь можно создавать огромное количество квестов. Онлайн-курс тоже можно здесь поставить. Вы не можете себе представить, да, как это будет, но на самом деле, можете мне поверить, онлайн-курс реально разместить здесь. Целый онлайн-курс. Для этого нам помогают как раз-таки фреймы. Что такое фрейм? Фрейм – это вот у нас. Такая своеобразная подложка. Как раз-таки она помогает нам систематизировать весь наш материал на доске. Вот. На самом деле мы можем ее окрасить в любой цвет. И здесь довольно последовательно можем размещать свои материалы. Мало того, мы можем это озаглавливать, как нам удобно. Ну, например, пусть будет здесь карта нашего курса, да. Что мы здесь с вами должны разместить. Информацию об авторах, да, о наших преподавателях. И что, собственно, мы будем изучать на нашем курсе. Также мы можем создать фрейм по домашнему заданию и так далее. На самом деле мы как раз применяем в эспирантуре данную методику. Мы преподаем у нас английский язык и научно-исследовательский семинар. Да, тоже мы работаем в формате доски миру. Что самое интересное и удобное здесь. То есть все студенты могут заходить на доску в любое время и, в общем-то, пользоваться всеми материалами, которые здесь есть. Вы можете предоставить им доступ для свободного скачивания. А если у вас, например, курс закончился и он платный, да, например, как в ДПО, вы можете через какое-то время просто заблокировать, да, эту ссылочку. И то есть слушатели могут заходить смотреть, но они не могут скачивать материал. То есть здесь вопрос как раз о вашей безопасности, да, о безопасности вашего авторского контента. Вот об этом всем мы будем разговаривать и общаться с вами на ДПО. Это только малая часть, что мне сейчас вам представилось, да, как бы возможным. На ДПО мы обязательно продолжим и более подробно будем рассматривать как раз-таки командную работу на доске миру. Вот, давайте посмотрим сейчас. У нас здесь, может быть, что-то новое появилось. Ага, отлично. Смотрите, какое у нас здесь максимальное количество людей ответило здесь. Отлично. То есть мы получили очень хороший фидбэк прямо сейчас. Так, хорошо. Отлично, сейчас немножко почитаем чат. Спасибо большое за вашу обратную связь. Спасибо большое за ваши комментарии. Это заставляет нас двигаться дальше и с новыми силами организовывать новые-новые-новые форматы взаимодействия на наших конференциях. Угу. Спасибо большое. Отлично. Угу. Спасибо большое, друзья. Мы с вами прощаемся. Если есть у кого-то какие-то комментарии, то, пожалуйста, мы услышим. Марина Георгиевна, хотите что-нибудь сказать? Да, хотелось бы сказать несколько слов. Очень было приятно услышать наших друзей из Казахстана. Безумно люблю, когда вы выступаете, всегда что-то новенькое, интересное. И, конечно, хорошо, что есть студенты, которые смотрят, учатся у вас. И хотелось бы, чтобы в будущем ребят было больше. Не бойтесь. Участвуйте на русском, на английском языках. Это практика. Практика выступления. Хорошо, когда вы включаете камеру. Приятно на вас посмотреть. И, конечно, хочется пожелать всем 19 ноября в день преподавателя высшей школы удачи, здоровья, творческих и научных достижений. Спасибо огромное организаторам конференции. Спасибо большое. Мы присоединяемся к поздравлениям. Еще раз хотели выразить свою огромную благодарность за организацию такой потрясающей конференции, которая дает возможность и студентам, и преподавателям привить себя, поделиться своими научными исследованиями. Это отличная возможность. Поэтому мы с вами прощаемся. Я передаю слово тоже моей напарнице Елене для пару слов. И мы, конечно, ждем вас в следующем году. Дорогие коллеги, друзья, большое спасибо за ваше выступление, за ваш вклад, за ваши интереснейшие презентации. Было очень приятно вас послушать, пообщаться с вами. Присоединяюсь к поздравлению. Еще раз выражаю благодарность организаторам и желаю всем успехов, новых достижений, нового открытия и замечательного настроения. Спасибо. До встречи. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.